В субботу здесь работала техника. Что-то рыли и разравнивали. Как выяснилось, строительные отходы после ремонта магазинов в землю закапывали местные предприниматели. Дешёвый опыт утилизации хлама, видно, пришёлся по душе. Поэтому как ком здесь тут же стал накапливаться и бытовой мусор. Как появляется, не знаю. Но периодически куча есть, появляется. Тут засыпали уже. Здесь был строительный мусор в прошлом году. А зимой вывозили. Но снег откуда-то с мусором тоже. Но сейчас вот убрали, здесь засыпали. Мусор закапывают в огромные ямы, откуда в прошлом году предприимчивые люди при помощи техники вынули грунт. Причём это был хороший строительный песок, утверждают местные жители. Ведь место в своё время отсыпали, забивали свай под дополнительное строение завода. Теперь здания бывшего предприятия выкуплены частниками, а вот земля осталась муниципальной. И вот она-то оказалась никому не нужной. Территория заброшена, проезд открыт и никем не охраняется. Поэтому воспользоваться товарным грунтом мог, по сути, кто угодно. По данному вопросу, это самое, там занималась отдел внутренних дел, потому что там расследование. Ну, как мне известно, там по данному факту, это самое, как и просто отказано в возбуждении уголовного дела. Кто грунт забрал, по крайней мере, это самое, установить нет. Хотя мы, там есть и жители, которые живут рядом, мы попросили, если в случае будут забирать там, вновь кто-то появится, чтобы нам срочно отзванивались, чтобы мы могли зафиксировать и людей этих наказать. То есть привлечь к административной ответственности. А вот с хозяевами мусора власти договорились, что они все-таки вывезут все накопленное добро на официальное место складирования. Станет ли здесь чище, проследят активисты Народного фронта. Они уже обозначили проблемное место на интерактивной карте несанкционированных свалок России. У ЕМВ это пока первая и единственная горячая точка. Впрочем, как оказалось, мусорная проблема остра не только в промышленной зоне. Несколько несанкционированных свалок пополняется с завидным постоянством. И на центральных улицах весной мэрия организовала два субботника. На вывоз отходов потратили все 200 тысяч рублей, которые были выделены на эти цели. Вся надежда на адекватность бизнеса, чтобы они самостоятельно убирали и вывозили мусор вокруг своих торговых мест. Сейчас три управляющих компании официально вывозят мусор с контейнерных площадок. Вот сюда-то, как и показывает практика, практичные акулы бизнеса и стремятся скинуть свой мусор. Без договора и в счет жителей.